Паскаль Сидел себе Паскаль в коридоре, настраивал гитару Я думаю, дай-ка я ее В общем, я вас рад видеть, я рад приветствовать Расскажите, что вы, чем вы живете, чем вы дышите Ну, на самом деле мы появились, конечно, в коридоре телеканала Мюзикбокс Не просто так, мы с Константином Легостаевым не так давно записали песню Которую Костя сочинил на стихии Ковалева, Александра Песня называется «Мечтаем» Записали вроде песню, получилась такая неплохая Теперь мы сняли клип, отмонтировали и принесли ее, так сказать, чтобы вы, дорогие наши телезрители, увидели Ну и сочли, наверное, нужным как-то проголосовать, чтобы эта песня пошла вверх Дай бог, да, чтобы она действительно вам понравилась, нам было это и очень хотелось Клип действительно позитивный, но что о нем рассказывать, лучше смотреть А вот скажите, дорогие мои гости, с чем связана ваша новая песня? Это может быть вдохновение, первый снег или зима, потому что многие, знаете, там, влюбился, например, родилась песня В первую очередь песня о добре Песня о добре, чего мы и желаем, да, слушателям Music Box Песня о добре о том, как вот, чтобы намного добрее надо относиться друг к другу Надо уважать, надо любить, надо мечтать Песня называется «Мечтаем», она такая светлая Снимали мы ее клип летом, но к лету она не привязана Как раз вот зрители будут смотреть, и они будут вспоминать хорошие Но кто где провел лето? Ну, на самом деле, это Москва По большей степени, да, мы откроем тайну, такая Москва завуалированная Потому что в Москве очень много таких интересных мест, которые можно снять и думать, а где же это? Вот, но само лето, само состояние, когда ты в майке или чем-то еще Дает ощущение такой какой-то легкости, я не знаю, радости, цветов много, да? Много людей Много людей, которые там занимаются, каждый своим делом Каждый действительно это какая-то маленькая вселенная Каждый человек это мир И все мы все равно варимся в огромных городах, в маленьких городах Но тем не менее, мы каждый из себя представляем вселенную И вот, если человек об этом будет знать, если он об этом будет мечтать То все у него, мне кажется, будет, ну, как во вселенной Во вселенной гармонично, красиво И позитивно Вот так-то влюбляйтесь, друзья мои Ну, а мне интересен на сам момент, вот как рождается песня, да? Кто-то кому-то звонит и говорит, слушай, у меня в голове отличная мелодия Вот я тебе сейчас спою, а ты придумай слова, стихи Или наоборот все получается На самом деле, если честно, на этот вопрос я даже сам себе ответить не могу Как рождается песня Я не знаю ответов на этот вопрос Она рождается То есть Она рождается Сначала стихи появились Какой песня родится, здесь никакой УЗИ не покажет Эту песню, поэтому она рождается У каждого свои какие-то варианты и свои, на самом деле, как бы кухонные истории Ну, часто задают, кстати, вопрос, а как? То есть у меня есть даже некие заготовленные там такие темы Не то, что заготовленные, они с МПС действительно такие Вы сейчас про музыку говорите или про славу? А вообще про песню На самом деле, как бы, ты знаешь, в моем случае не рождается вперед текст, допустим, а потом мелодия Скорее всего, что это какой-то там вкупе, все То есть это тым, это какая-то первая строчка, да? Это какой-то посыл сверху, который... Да То есть правильно ли я понимаю, если ты сидишь дома и у тебя не рождается песня, значит тебе не приходит посыл сверху И наоборот, соответственно Согласен Согласен В общем, я согласен У нас смотрит огромное количество романтику, которые, знаете, как-то мечтают и хотят написать для своей любимой девушки, например, песню Это что, это значит не дано им этого сделать? Нет, им нужно просто, я не знаю, брать в руки гитару или садиться там за фортепиано и набирать какие-то там известные нотки И высасывать из пальца, как это называют Да, и постепенно, постепенно, знаешь, это когда начинает течь ручеек по глинистой такой почве, то он все равно мутный Но постепенно он пробивает, пробивает все дороги, становится чистой кристальной водой Вот так, на самом деле, и с творчеством То есть сначала тяжеловато, а потом все легче, легче, легче Ну, либо берите те песни, которые вы знаете уже, например, и перепевайте на свой манер Кстати, например, вот такой вопрос Когда вот вы слышите, когда играет вашу песню на гитаре, например Вот вы смотрите или слышите и понимаете, что фальшиво в этом месте он там играет, либо поет и вас вот не трясет Сказать, ну что ты делаешь, там же другой, там же фан надо брать Мы, на самом деле, как бы часто там сталкиваемся с тем, что кто-то там недостоверно твою песню воспроизводит Или даже в караоке там поют, где там действительно некие аккорды там не такие Не вытягивает часто Ну или люди поют не так, но это же проявление любви к данной песне Как можно здесь говорить, вот если ты не точно поешь, не пой ее Да нет, у нас все поют песни, слава тебе Господи, что песни попадают в караоке Я очень рад, на самом деле, что моих песен там тоже достаточно, что люди поют И это здорово, пусть даже слегка фальшиво, но они распеваются Ты знаешь, 10 лет попоют, а потом уже на 10-м году, все отлично В общем, друзья мои, я очень надеюсь, что мы сейчас найдем гитару где-то здесь в наших звездных куларах И, быть может, я заставлю наших гостей что-нибудь А вон она стоит, я уже вижу ее Это игрушка, я найду настоящую Друзья, сейчас реклама, а после мы вернемся в студию с музыкой, с гитарой Это канал Russian Music Box, это шоу.ру, меня зовут Макс Орлов, Паскаль и Константин Легостаев Здесь у нас гости в студии И вы с гитарой, которую только что сняли с полки Нет, а кстати говоря, многие думают, что действительно вы всегда ходите с гитарой Ну вот в машине у вас лежит гитара? На самом деле да, но сейчас уже нет времени бежать, потому что... Вообще, ну вот... Да, да, надо бежать вообще уже дальше, в другое место, потому что у нас сейчас с Костей... Ну, мы участвуем в акции, не буду говорить, какая, но мы дело в том, что должны скоро уже ехать Поэтому, друзья мои, мы представляем кусочек из той самой песни, из того самого дуэта, которую написали... На который клип вы скоро увидите Называется она? Мечта Красный свет, движения как будто нет В этот раз не больше двадцати за час Мы грустим, а навигатор спит И жизнь проходит, но душе так тесно здесь в автон Все равно, как в полюбившемся кино Каждый ждет, что вот сейчас произойдет Лучший миг немного впереди За поворотом каждый раз мы ищем этот мир Мечтаем нарушить ход вещей Не умирать Мечтаем, что все изменится Взлететь до самых звезд Узнать секреты Бога Так немного Мы мечтаем Продолжая Жить Любить Мечтаем Ждите совсем скоро Новый клип от Паскаля и Константина Легостаева Я, друзья, вас отпускаю Бегите Спасибо, что вы были с нами Спасибо, что заскочили к нам на огонек И вам хорошего настроения Сто процентов любви И немножко еще Храни вас Бог Спасибо А я вернусь Спасибо, пока Это шоурум на канале Russian Music Box Меня зовут Макс Орлов И со мной рядом большой волосатый дядька Николай Тимофеев Привет Здравствуй, Коля Здравствуй, Коля Между прочим, если быть точнее, Николай Стегаранович 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 У меня отчество Оно единственное в мире Больше ни одного человека с подобным отчеством Просто я вам гарантирую Почему? Потому что мой дед придумал имя Стегаран Стегаран я очень долго думал И было несколько вариантов И я все-таки понял Единственный правильный вариант Мне кажется такой Ста – это стальной А гора – это гора Ну, а Н – это как в конце Есть у каждой фамилии Приставка там Путин Ленин Сталин Ну, тут Стегаран Николай И я получился с Стегаранович Да У моего папы была другая версия Это стачка горняков в Англии Это мне тоже нравится Вот А поэтому? Ну, это тоже совпадение Мы знаем, что я вот уже Все больше убеждаюсь Чем дальше живу в жизни Тем больше убеждаюсь Что все случайности абсолютно не случайны И все это специально Кто-то нас либо ведет Либо это нам предначертано судьбой Вообще Николай родился в Иваново У нас буквально Я в Иваново живу Только что нам звонили Ребята из Иваново Вот представьте Ходит по Иваново По городу невеста Такой вот завидный жених Николай Стегара Стегаранович Игорь Стегаранович И, кстати, для тех, кто не знает Начиная, по-моему, с четвертого класса Николай устраивает в своей школе дискотеки Ну я перестал их уже устраивать На четвертом классе Я бы с удовольствием Причал в свою школу И устроил бы там дискотеку Ну как? В четвертом классе Как тебе пришла идея? Вот дай, думаю, расколбашу всех Или дай, думаю, я сделаю дискотеку Поставлю медленный танец И приглашу понравившуюся девушку Ты знаешь, об этом я не думал Что медленный танец Это потом, впоследствии уже А в этот момент просто хотелось Включать самую модную иностранную музыку Чтобы всем нравилось Чтобы все танцевали Еще я, значит, занимался тем Что я паял и сам собирался там музыку Вот, был такой журнал Юный техник раньше Может, он и сейчас-то, я не знаю И там всякие схемы Диоды, триоды Транзисторы, телевизоры То есть ты спаял колонки Я спалал Нет, я спаял с этой музыкой То есть это лампочки, которые Представляете, как он готовился Которые приятели Да, это я там полгода паял И потом на Новый год Забацал дискотеку в четвертом классе Для своих одноклассников Все были безумно рады Вот, ну Ну, то есть самый был модный У тебя наверняка были какие-то большие наушники Самый крутой ходил в школе Сейчас самый модный И сейчас самый модный А помимо этого, конечно, он занимался Николаем музыкой И занимался спортом И боксом еще И боксом занимался Так что смотри Не говори лично На самом деле, он занимался еще легкой атлетикой И насколько в жизни В твоей был спорт раньше и сейчас Насколько ты удивляешь внимание спорта Ты знаешь, вот последний год У меня такое драматическое Произошло событие в моей жизни Я как бы Разрыв с группой И весь этот период Я первой какой-то половиной Находился в таком Состоянии, не стояние Скажем так Да, я сидел, грустил Думал, блин, как же стало Бил кубоками в стену Что происходит, что-то случилось Как же так люди могут Ой, блин, что за жизнь такая говно А потом Ой Я сказал давно Давно Я сказал давно Что за жизнь такая давно Ты гораздо не сказал давно И, в общем А потом я, значит, понял Что пора уже что-то делать И давай, в общем Песни сочинять Искать авторов себе на подмогу Помимо тому, что я сочинял И, в общем Вот прошел год Прямо вот буквально 24 ноября 2012 года У меня состоялось Первое мое концертное выступление Оно называлось Начни сначала В рамках сольного артиста И вот прошел год Сейчас у меня вот Такой вот огромный багаж песен Что пора выпускать Альбом Пластинку Николай скромничает Вот песня, по-моему С Новым годом называется С Новым годом Сам все Вот как он раньше Паял все микросхемки Все сделал сам Николай И автор слов И автор и музыки И режиссировал И снялся, видимо, там Тоже сам Ты вообще сейчас Раскрыл тайну, знаешь Что режиссировал Да Вот никто же не знал Что у меня отчество Стагаранович Я всегда писал в пресс-релизах Всяких интервью Говорю А клип мне снял Модный молодой режиссер Стагаранович Все такие Никто не знает Что такое Стагаранович Там Откуда он из Болгарии Из Сербии То есть какой-то там Чувачок из-за границы Оказывается Вот сейчас Ну раскрыли тайну Стагаранович Это я Действительно Помимо всего прочего Я еще занялся режиссер Нырнул в этот Мир кино И видеосъемок А как? Ну неужели Конечно же Я еще пока начинающий Есть и первые блины Там ком Как говорится Ну потихонечку Потихонечку Все больше и больше знаний Очень интересно А правда Что ты Объявил набор Девчонок В касте Девушек На новый клип Да 1 декабря Я подведу итоги У вас еще Есть еще возможность Попасть В мой клип И сняться Вам надо Значит Завойти в мою Официальную группу Вконтакте Вступить и второе Присылать свою фотографию Ну желательно В осенней тематике Потому что такие условия Только голова Только голова Вот так вот Ну можете и в купальнике С кленовым листком Или без него Это приветствуется Конечно же И я потом значит Проведу отбор И кто-то будет сниматься В моем виде А какую ты ищешь Или ты ищешь что-то необычное В глазах Или она должна быть С красивой фигурой Или ты должен быть экзотик Или что Или может быть Лысую девушку Ищешь в конце концов Может быть А почему бы и нет В общем А у нас в гостях Сегодня Николай Тимофеев Человек Который делает все Это с одной стороны Прекрасно С другой стороны Меня это немножко пугает Мы еще с ним Обязательно поговорим Сейчас музыка А после мы вернемся К нашей Со Стыгарановичем Беселье Мы продолжаем Это Russian Music Box Это шоурум Меня зовут Макс Орлов И Николай Стыгаранович Тимофеев Теперь тебя так Все будут называть Привыкай Слушай Я посмотрел тот клип Красивые девчонки У тебя снимаются В клипе Однако Прям Глаза такие Большие Голубые Яркие У тебя хороший вкус Парис Хилтон В общем Мелькнуло Парис Мелькнуло Да Ты очень Так скрупулезно Подходишь Видимо К каждой своей работе И Поэтому девчата Если вы хотите попасть В клип Николая Тимофеева Тогда присылайте Присылайте свои анкеты Потому что Подводим итоги 1 декабря Кстати Коля Все привыкли Видеть тебя Вот таким Встроенный И всегда С такой Причёской Немногие знают Что ты Наверняка В детстве Или в институте Был несколько другим Каким Расскажи про Вот эту косу Длинную Ну да Знаешь Тоже Уже в институте Я пришёл Уже с длинными волосами Но В какой-то один момент У меня случился Надлом Такой жизненный Вот И Я подумал Что надо пойти Постричься Как Дэйв Гехан Из группы Депиш мод То есть Ты поставил Волосы Я И в тот момент Когда я вышел Из парикмахерска Я был В кожаной куртке Ещё Такой Я шёл Ты уже тогда Занимался боксом Тремительно По улице И люди Почему-то Разбегались Разбегались Да Они разбегались По сторонам Я подумал Что произошло Что случилось Неужели Мир так изменился И я так изменился Почему Я отталкиваю людей И Потом Я опять Отрастил волосы И с тех пор Вот так То есть Был единственный момент Когда ты был похож На солиста группы Депиш мод И с тех самых пор Вот так Ну а Что касается Ну потом Депиш мод Кстати Тоже отрастил волосы Одно время Он был волосатым Так ты же не знаешь Что они смотрели Все твои клипы И все твои творчества Поэтому А почему бы Ну не знаю Старин не смотрели Но однажды Мы пересеклись Представляешь Ну-ка расскажи Судьба Случин свёл меня Однажды Я был на Европейской церемонии Вручения Одной Значит Музыкальной премии Одного телеканала Известного И там я встретил Вдруг Навстречу У меня идёт группа Депиш мод А я буду страшный фанат Тоже так же В кожаной куртке На тебя Все разбегаются Вот Ну там Я что за там Как-то пытался С ними пообщаться Ну английского У меня там Знаешь Хватило буквально Там на пару предложений Поэтому Пару предложениями Общение закончилось И В общем Были в одной Там Виапи зоне Вот так Теперь тебе должно быть понятно Как бывает иногда Знаешь Идёт Мальчик или девочка Навстречу Николай Тимофеев И он говорит Николай Тимофеев Это же Это же Он Говорит он По-узбекски Выходишь За двор Тигр По-узбекски Это Николай Тимофеев Кстати Мы заговорили Про Вот то Что ты Сам снимаешь Клипы Ну хорошо А если брать больше Если брать выше Например кино Кино Может быть мы чего-то не знаем Может быть уже Может быть есть какие-то работы За плечами Вообще Такой можно было снять Молодежную комедию Потому что Сколько я знаю Гаррика Сукачёв Например он стал снимать Фильмы Может быть у тебя такая же Думаю вот на один фильм бы хватило Это была бы Молодежная комедия Там По типу Смесь Там Как же Афериканский пирог Где он там всем показывал С вертолета съёмка Он там всем показывал На крыше Помнишь Вот что-то типа Ну не помнишь Что за блог Называется Ну там В финале он почти Ну там Вспоминайте где показывал Где гномика разбили Ну жесть там была Гномика разбили где В общем Если будет Николай Николай Тимофеев Снимать Это будет комедия Будет молодежная комедия Сначала А потом Наверное Что-то уже серьезное О нашей жизни Такое что Не а если тебя пригласят в кино То есть не ты будешь снимать А тебя пригласят в кино Ким Бэк Да Каким киногероем Ты бы себя хотел представить В фильме Патлец Казанова Кто Сотрудник ФСБ Такой Такой У нас в гостях сегодня Николай Тимофеев Задавайте вопросы В нашем официальном Завидите просто Кейлер Коля Просто Коля Это Широм Это канал Russian Music Box Это Николай Тимофеев Между прочим Потому что Вот сколько Вот тут годы Я старею А Николай почему-то Почему-то молодеет Я не знаю Что за секрет Такое Здоровье И долголетие Надо почаще делать вот так Это Ты зря сейчас Показываешь Что это Это Такое Упражнение Нет Ну серьезно Ты закаляешься Или какие-то Маски делаешь Ты знаешь Раньше Да Вот я в сауну Например Ходил там Минимум два раза в неделю Всегда Вот сейчас Вот последний год Трудности Но я сейчас опять Войду в тот ритм Вот постоянно Сауна Сауна Я просто Ты знаешь Вот и проходит Чемпионаты мира Потому Кто дольше просидит При температуре Там На Сфинляндии 120 градусов Сауне Там рекорд Что-то там Какой-то там 13 с чем-то минут Вот Фигня Этот рекорд Для меня этот рекорд Вообще фигня Я смотрел Могу туда поехать Где-то эти рекорды Посмотрел Потому что там Часами сидят люди В Финляндии Часами? Конечно Их потом выносят оттуда Но зато Зато он победитель Ну слушай Часами конечно Трудно Но минут 30 Я бы просидел Зато Ну саунка Бань Да Так все-таки Сауна или баня Потому что баня Сауна Сауна И баня По-разному То так То так Ну и плавно Хорошо А ну все мы знаем Что залог хорошего Состояния Здоровья Это питание Вот из чего состоит Твой идеальный завтрак Например Ну сегодня Просыпаешься Вызываешься Сегодня я опять ел Овсяную кашу Потому что Если вспомнить Твой предыдущий клип Ты там наливаешь молоко Нарезаешь там Какие-то Овощи Фрукты Но вспоминай Вот твой идеальный завтрак Каша Каша Овсяная Овсяная каша Овсяная каша Ну что-то там Яйцо Например Вот Все Прям такой Рацион спортсмена Легкоатлета Не иначе Не Ну Последнее время Сказать честно Конфеты Все отражается Как бы Это не там Вот здесь Отражается В боках Раз уж мы заговорили Про спорт Совсем скоро Что ты показываешь Откладывается Все В общем Везде Совсем скоро Олимпиада Понятное дело Вот Какой из видов Спорт Ближе Больше Из зимнего Да Потому что понятно Что ты легкой Санимался Хоккей В 6 лет Я играл в хоккей И вот Википедия Там не только Легкая атлетика Не только Бокс Еще и Да И даже Был победителем На турнире На золотая шайба Даже И фортепиано Это было давно Но тем не менее Я играл в нападении Однажды На соревнованиях Два чувачка Меня впечатывают В полной амуниции Впечатывают В борт У меня значит Темнеет Все перед глазами Я не могу Дышать Потому что Ну не могу Дышать Я не знаю Почему Видимо Они так хорошо Это был дворовый хоккей Нет На соревнованиях Вот как раз Это был Меня значит Взяли Унесли Там Положили на эту скамейку Вот Пришел через какое-то время В себя И Когда закончился Этот турнир Я пришел Однажды На тренировку И у нас Заболел вратарь И Я встал на ворот Потому что Мне не хотелось Бегать Не хотелось Вот это Опять забивать Я стал на ворот И представляешь О чудо В этот день Никто не смог забить Ни тренер Ни нападающий Никто Мне не смог забить Ну вообще никто И тренер сказал Все Ты стоишь на ворот И я с тех пор Стоял на ворот Но К сожалению У нас в городе Не было крытых Катков Поэтому Это все Не переросло А может быть И к счастью Не переросло В профессиональный спорт В какой-то день В какой-то из дней Ты покинул Большой спорт Большой-большой А сейчас Может быть Кто знает Может быть ты был бы Легендой Той самой Был бы весь в шрамах Был бы весь в шрамах Без зубов Как Сашка Овечка Понимаешь Так У нас Наши телезрители Спрашивают Мурат Таженов Спрашивает А сколько Ты можешь отжаться И подтянуться Например Скажи пожалуйста В лучшие времена Или сейчас Давай-ка Вот сейчас После конфеты Мармелада Сейчас Ну не знаю Ну там Раз в восемь Подтянусь Конечно же Честно скажу Вы читайте отсюда Пять Вы читаете Ну не пять Ну там Отожмусь конечно побольше С этим попроще Ну вот С подтягиванием В связи с тем Что прибавил вес Стало труднее Давно не висел На перекладине Потому что Вся перекладина Завешана концертными Костюмами Которые некуда девать Одежда Она вот почему-то На турник На балкон Там проветрится И так далее А куда вот с этих Ты костюм одеваешь Ну накопилось У тебя там Сто костюмов Может быть отдаешь Куда-то В детские дома Не знаю Продаешь Потому что Например Николай Басков И Филипп Киркоров Они устроили Такой магазин Second hand Если так можно сказать Все то В чем они выступали Когда-то Они продают И люди покупают Может быть И тебе сделают То же самое Да Хороший у нас Окей Мы сейчас Смотрим Клип Который называется Как? Какой? Новый год С Новым годом Давайте посмотрим Это та самая Работа Николая Тимофеева Которую наверное Можно назвать Первым блинкомом Но так или иначе Это первая работа С чем я все-таки Тебя и поздравляю Смотрите Зацените А после мы Расспросим его Давайте Новогодняя ночь Всего одна С Новым годом Ёлочка Гарри Я запомнил твои слова С Новым годом Страна С новым счастьем Но вы не представляете Николай конечно Рассказывал о том Что вот здесь не так И вот здесь не так И тут монтаж Там туда-сюда А тут вот такие Были проблемы Да Но на самом деле Вот мы посмотрели Сейчас все И никто ничего не заметил Но так или иначе Настроение и в песне есть Твой голос мы знаем Мы любим И хотим Но так или иначе Ты собрался Клип переделывать Почему так? Я да Вот уже я его Перемонтировал Я уже видел перемонтаж И в этом году Он уже Перерисовал его Ну просто Более профессионально Перемонтировали там И в этом году Он уже будет Такой более Удобоваримый Ну открою еще тайну Помимо этого Я сделал еще одну версию На эту песню Она уже такая Более современная Она Заточена под клубы Под танцы уже конкретно И там абсолютно другое видео Абсолютно другое Потому что оно Заново снято Вот кстати говоря Вот слушая свои песни Через какое-то время Через пять Через десять лет Например Ты возвращаешься к ним И думаешь А вот почему я здесь спел Вот так вот А не вот так И начинаешь Наверняка Как-то там Экспериментировать По-другому на концерт Ловить блох Блох ловить Это называется Как люди реагируют на это Ну ты знаешь Вообще вот Все уже привыкли Как бы к первоначальному Да Как было вот раньше Ты потом перепеваешь Тебе кажется Что вот Ты так лучше спел Тут дал мелизмов Там что-нибудь еще Тут приукрасил А тут там Такую дал Какую-то Бархатную окраску В вокале И еще что-то там Да Вот А на самом деле Люди хотят слышать То что вот Они уже привыкли И им никакие Вот эти вот Мелизмы И бархатные твои окраски Уже новые Не нужны Поэтому лучше Сделать новую песню И как бы Представить ее На суд зрителей Ну а кстати говоря Вот ты снова спел Про Новый год Грубо говоря Мне кажется Что ты допоешься И будут тебя ассоциировать Исключительно С таким Дедом Морозом С таким Ну понятно Порвешь дикам Понятно Порвешь новогодние корпоративы Ну а дальше А лето А весна У меня и про лето песни есть Нужно придумать Про лето Про осень Зиму Зиму Один рождение Про весну только нет Про весну нет А остальные есть И про день рождения У меня эти песни Подожди Это есть Твое вдохновение Или как Потому что Вот как рождается Песня Например Понятное дело Зима Новый год Праздник Все хотят Слышать песни Про Новый год Например Влюбился Да Расстроился Расстроился Ты садишься За написание песни Сразу Или нет Ну да Вообще У меня По-разному бывает Не то что Вот надо сесть Написать песню У меня обычно Либо вечером поздно Там Часа в 4 утра Либо ты когда уже спишь И выспался И начинаешь просыпаться Нежиться в кровать Начинает играть музыка В голове Да Она там Пошла Играют там Мелодии Басы Потом какие-то слова Появляются Вот В основном На английском Почему-то Вот Они Причем Абсолютно Не связаны Они какие-то Обрывки фраз Идут Вот Тут самый главный В этот момент Нащупать телефон Включить функцию Диктофона И там Ля-ля-ля Намурлыкать Это все Что потом Это Перевести уже На синтезатор И так далее А кстати Вот эти самые записи Они остались В диктофоне У тебя Да Это же надо Куда-то в архив Коллекцию И потом Через какое-то время Вот это я сонный просыпался Да Причем Вот Некоторые есть Там Например Которые Пять лет назад Я зафиксировал Я беру И слушаю Что я хотел сказать Кто это вообще Что я хотел сказать И почему Женский голос Ну да Вот Тема-то нормальная Ну а что там Внутри Дальше Потому что Тебе-то снится Глобально Там Играет Там Весь оркестр Вся палитра Играет А тут Ты уже понимаешь Что Время ушло Поэтому Ну вот смотри Понятное дело Что музыка занимает Самую большую часть Времени А вот представь Не было бы музыки Представь Не было бы песен Стихов И так далее Вот чем бы ты занимался Например Тело Сложно Самолеты Или водитель Трамвая Например Что Сложный вопрос Космонавт В конце концов Как все Ты знаешь Я в детстве Хотел быть военным Военным Я Что не мешает В восьмом классе Собирался пойти В Суворовское училище Меня батя не пустил Сказал Подожди Пойдешь После окончания школы После окончания школы Что-то как-то Вот уже Закрутилось Тут настолько С ансамблем Что уже Сам не захотел Вот А потом Когда друг Пришел Мой лучший Из военного училища Я понял Что В общем-то Может быть Хорошо Что я туда Не пошел Потому что Страна разваливалась В общем Все было Не очень Камильфо Вот Поэтому Военным Военным Моряком Моряком Дальнее плавание Море Солнце Свежий ветер Ну вообще Николай Вы авантюрист Такой Знаете Вот Например Способны ли вы Николай В общем-то Того и перешел К Николая Стагаранович Каким-то Большим Свершением И поступком Ну например Звонят рано утром Говорят Слушай Колька Друзья звонят Давай мы с парашютом Прыгнем Раз И ты думаешь Да поехали Или например Раз в другую страну Раз уехать То есть Насколько ты вообще готов К таким совершениям Подвигам И каким-то Большим переменам Приятным В смысле этого слова В приятном Ну вот То что Вот абсолютно Не готов Я к этому Если там позвонят Скажут Поднял Прыгнем Я начну А зачем А почему Я песню Боксеров Зверев Вот так Разбирайте Николай На корпоративы Декабрьские Заказывайте На Новый год И будут вам песни Про Новый год И не только Все друзья Прощаюсь Это был Шоурун На канале Russian Music Box Николай Тимофеев Здесь Макс Орлов Лысый Добрый дядька Это я Всем любви и счастья Мечтайте Любите И слушайте Хорошую музыку Коля Мы сделали это Пока